Всем привет, с вами Клеопатра. Когда часто принимаешь участие в различных турнирах и дуэлях, то, как правило, на ТХ-8, 9 и 10 приходится бить базы анти-3. Однако же, когда бьешь постоянно анти-3, то иногда просто забывается, как бить стандартные анти-2, которые весьма часто встречаются в глобале. И сегодняшний обзор нацелен на то, чтобы напомнить вам, как нужно правильно забирать базы анти-2 на ТХ-8 и на ТХ-9. Кроме того, под конец видео я покажу одну из самых популярных расстановок на ТХ-9, расстановка анти-3, которая была весьма популярна в прошлом сезоне, и также расскажу, как именно нужно ее правильно сносить. И разобраться во всем этом мне поможет Кристиан, который является редактором нашей группы ВКонтакте, и по совместительству также занимает должность главы клана Art of War, где я сейчас и нахожусь. И первое, что нужно вспомнить при атаках на базы анти-2, что самый главный упор здесь делается на защиту ратуши. Это такая база, в которой очень сложно взять две звезды, поэтому нужно быть предельно внимательным и понимать, что, как следствие, все ловушки находятся, скорее всего, в центре карты. Соответственно, глядя на саму базу, вы уже можете примерно зрительно представить, где могут находиться Теслы, бомбы и есть ли там вообще место для спарок. Некоторые базы построены так, что внутри базы, очевидно, нет места для двойных бомб, поэтому, скорее всего, они стоят по одной. И также иногда бывают варианты, когда такие бомбы стоят за забором. Однако же, если это так, то база, на мой взгляд, становится гораздо проще, нежели если бомбы находятся внутри. Вторая отличительная особенность таких баз, что, как правило, они являются симметричными. В отличие от баз анти-3, в них нет каких-то непредсказуемых коридоров. Все строится более-менее похоже. Конечно же, в каждой базе бывают исключения, но большинство баз именно строится по симметрии. А это значит, что у вас появляется гораздо больше выбора, с какой стороны пойти. И здесь, конечно, нужно опираться на факт наличия героев и клан Касла с одной, либо же с другой стороны. Какую же армию лучше всего выбирать для сноса таких планировок? Опять-таки, вариантов может быть много, но я разберу, наверное, самые популярные и самые действенные. Во-первых, это армия Го-Хо, либо же Го-Бо-Хо, где в составе находятся бойлеры. Эти миксы являются одними из самых простых и весьма эффективными. Здесь не нужно владение мастерски квинахилом, либо же какими-то другими сложными тактиками. Самое главное, это понять принцип атаки, который состоит из двух пунктов. Для начала вы делаете грамотный предзаход, убиваете клан Касл и по возможности героев, и, соответственно, далее уже подчищаете всю базу Хогами. Также для сноса баз анти-2, в отличие от анти-трешек, часто используют валькирии. Валькирии это весьма хорошая тема для таких планировок, и самое главное, это запустить валькирии четко в центр. Потому что у баз анти-2, как правило, довольно широкий центр, и там можно вальками весьма эффективно и быстро все зачистить. А в качестве войск, которые могут почистить углы, можно использовать не только Хогов, но, например, и шарики, как сделано в этой атаке. В итоге ваша атака станет не только немного нестандартной, потому что такими миксами сейчас редко очень атакуют на КВ, но и принесет вам обещанный результат, то есть 3 звезды. Также, в зависимости от того, насколько глубоко находится ПВО, либо же стоят по краям карты, на баз анти-2 очень часто любят ходить с помощью 4 или 2 лав. Это тоже весьма эффективный метод, но, опять же, нужно учитывать такие факторы, как наличие клан Касла, его заполнивая с воздушными юнитами, наземными, и, конечно, королева, которая стоит либо внутри базы, либо снаружи. Поговорив немного о базах анти-2 на ТХ-9, давайте перейдем к ТХ-8. База анти-2 на ТХ-8 могут иметь разный вид, и иногда они строятся даже нестандартным образом, например, как база, которая будет в следующей атаке. Здесь ратуша также находится в центре карты, однако же весьма интересный крученый забор создает изначально иллюзию того, что база строится по принципу анти-3. На самом деле это не так, здесь большой акцент в ловушках сделан на то, чтобы сохранить как раз-таки ратушу, поэтому около нее стоит очень много тессел, в центре находится и как раз-таки клан Касл, и опять-таки возвращаясь к тому, как именно лучше сносить такие планировки, то мы приходим к самому простому решению, это, конечно, Гоу Хо. Гоу Хо на ТХ-8 это практически незаменимая палочка-выручалочка, которая работает на 98% баз. Что не скажешь про армию с драконами? Драконы не самый подходящий вариант для сноса анти-2, поскольку, как правило, там находятся все ПВО в центре карты, и драконы имеют свойство очень здорово расходиться по флангам, и в итоге центр оказывается без внимания. Конечно, отлично, если у вас получается запустить в центр шары, но не всегда это удается возможным, потому что иногда строения дефа поставлены так, что вместе с ловушками они уводят даже шарики в сторону, поэтому я лично не советую ходить на базу анти-2 с помощью драконов, но опять же все зависит от конкретной планировки. И под конец, как и обещала, одна из самых популярных расстановок на ТХ-9 за последнее время, база, которую я очень часто видела в различных кланах, не только в СНГ, и самое, что интересно, эту базу весьма сложно взять, если не знать, какой в ней ключик. Очень многие пытаются начать атаку с 9 часов, думаю, что если убить королеву вместе с клан Каслом, то в принципе все проблемы на этом решатся. Однако же фишка этой базы как раз таки в том, что такое психологическое воздействие избивает игрока с пути, заставляя его делать неверный вывод об этой планировке. Самый хороший вариант зайти как раз таки сверху, что и сделал здесь игрок под ником Мститель. Он зашел с верхней стороны и под джампом прошел в центр. Что в итоге мы имеем? Мы забираем верхний уголок, который является весьма неприятным, и в то же самое время мы попадаем к той же самой королеве вместе с клан Каслом. Загрузка этой базы в том, что очень часто наверху, либо же с правой стороны ставят большое количество тесел вместе с ловушками, и делая мощный предзаход либо слева, либо снизу, остатки армии просто не могут добить верха. В итоге получается, что вся атака сливается, забрав всего лишь две звезды. Отличие этой атаки же в том, что атака идет наоборот, с абсолютно другой стороны. Вы заходите сверху, вы забираете все сразу неприятные места с большим количеством ловушек, и далее добиваете уже остатки базы. Именно в этом и заключаются фишки этой планировки, и из-за психологического воздействия, потому что хочется идти с левой стороны от королевы, многие атаки сливаются, поэтому можете использовать эту базу на КВ, она лично у меня довольно долго стояла, против Глобала отлично выдерживала, иногда там сливались даже начальные десятки. Но я же надеюсь, что обзор был для вас интересным, что вы узнали для себя что-то новое, ну а если это так, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok